Находки в поместьях первых лиц государства. В гости к бывшим руководителям страны уже несколько дней стремятся попасть тысячи людей. Речь идет о жилище Януковича под Киевом, его дачах по Вано-Франковской области и Крыму. Также доступной для рядовых граждан стала собственность бывшего генпрокурора Виктора Пшенки. Об удивительных находках и о том, как будут описывать все это имущество, Людмила Горбач. Резиденция Межигория открыта для посетителей уже третий день подряд. Правда, на ночь ворота начали запирать в целях безопасности. А сегодня, ближе к обеду, на входе появилось вот такое объявление. Верховная Рада в воскресенье проголосовала за постановление о возврате правительственной резиденции Межигория в государственную собственность. И теперь она будет закрыта на инвентаризацию. Когда на ворота снова повесят замок, ребята из самообороны сказать не могут. А они сейчас в Межигорье главные охранники. Инвентаризацию уже начали. Когда она закончится, непонятно, потому что инвентаризировать очень много чего есть. В доме, насколько я знаю, начали. Плюс серьезно занимаются документами, которые нашли и подняли с Киевского моря. Сколько времени уйдет на опись, пока тоже не ясно. Но речь не о нескольких днях. Исходя из того, что я видел, то месяца мало будет. Потому что территория в один край только три километра. И очень много зданий. И я думаю, мы еще не все нашли. И думаю, тут еще очень много под землей находится. Пока желающие поглазеть на президентскую роскошь лишь топчутся по газонам и фотографируются на фоне легендарной хонки. Внутрь зданий свободного входа нет до сих пор. Свободовцы объясняют, почему. Только что поднесли нам выделки, которые просто выезжали в кущах. А внутри может быть много интересного. К примеру, в интернете уже появились фотографии документов, найденных в президентской резиденции. Это якобы и черная бухгалтерия, где речь идет о миллионах гривен. Еще есть досье на журналистов и политиков. Все это явно не успели вывести или уничтожить людей Януковича. Хотя кое-что они приезжали забрать в субботу вечером, когда комплекс уже был под охраной самообороны. Местово в речи, те, кто забрали, это были организованы люди на автотранспорте с изменными номерами. которые постоянно курсовали по периметру, озброенные автоматами, серьезные хлопцы с закрытыми обличиями, которые не представлялись. Они пересувались с подземными ходами, они буквально с первых часов взяли, что нужно, и просто уничтожили. Сегодня в дом бывшего генпрокурора Виктора Пшонки в селе Горениче под Киевом вход воспрещен. Это представители правого сектора никого не пускают. В этом особняке активисты тоже нашли немало интересного. Говорят, есть документы, которые подтверждают, в стране собирались водить ЧП. Но людям, которые приехали сегодня в поместье на экскурсию, разрешили лишь сфотографироваться у забора. Больше ничего не показали. Позже с территории особняка выехал микроавтобус под охраной активистов. Что вывезли и куда, собравшимся никто не объяснил. Посмотреть, как жили первые лица государства все выходные и едут, и идут тысячи людей. Такой наплыв посетителей не только в главной резиденции президента Межигорье, но и в Синегоре, в Ивано-Франковской области, и на Крымской даче Виктора Януховича. Люди поражаются увиденному и предлагают, что с этим делать дальше. Как в Умане, Софиевка, так же и все сделать. Парк, чтобы он никого не достався, чтобы он был народным. Я гадаю, что тут нужно сделать музей. Может, детская тренировка школы для Кольфа. Это должна быть остаться в стране, должна быть как резиденция для иноземных делегаций, возможно, для нашего уряда, для влады, возможно, подчинковый комплекс для детей. А активисты самообороны изучают чуть ли не каждый уголок этих имений. Надеются найти в дворцах чиновников еще что-то интересное.